В реке Днестр утонул 32-летний мужчина. Как выяснили спасатели, житель села Маяки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел купаться и пропал. Спустя час тело утопленника в 15 метрах от берега нашли водолазы. Без отца остались двое детей. На пересечении южной дороги и улицы Кишиневской столкнулись микроавтобус и «Волга». Микроавтобус с пассажирами перевернулся и сбил светофор. Водителя увезла скорая. По словам очевидцев, оба транспортных средства двигались в попутном направлении. Водитель «Волги» поворачивал на светофоре налево со средней полосы, а «Вольксваген» шел с явным превышением скорости и пытался проскочить на уже мигавший зеленый. Пытаясь избежать столкновения, водитель микроавтобуса снес светофор на разделительной полосе. Машина перевернулась. Пассажиры микроавтобуса не пострадали, а вот водителя с тяжелыми травмами госпитализировали. Митинг возле облгосадминистрации собрал активистов и общественников. От властей митингующие требуют расследования нападения на одну из активисток и событий вокруг национального природного парка «Тузловские лиманы», где уже несколько дней происходит силовое противостояние, в котором замешан Григорий Мельниченко, зять бывшего губернатора Сергея Гриневецкого. На разговор с общественниками, пришедшими под стены ОГА, вышел глава облгосадминистрации Максим Степанов. «Недопустимая вещь. Насилие. Что нового в этом? Действие где? Действие. 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 Я действую. Вы на вами посмотрите фотографии. Ну либо вы хотите меня услышать, либо вас есть исключительно, вам нужно, вам просто необходимо видео. Но вы же не скажете, что вы говорите, что это с нами. Сзади, 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 пожалуйста. Так может, вы меня дослушаете? Может, вы сначала меня дослушаете? А потом, после этого, вы будете что-то говорить. Конструктивного разговора не произошло. В то же время, вслед уходящему председателю ОГА двинулись и общественники. После небольшой потасовки внутрь пустили журналистов и представителей митингующих. Обсуждение продолжилось внутри облгосадминистрации. Его итоги подвел Максим Степанов на брифинге для журналистов. Основной принцип государства – это неотвратимость наказания. Тогда это и есть правовое государство. Мы строим сейчас это государство. Вместе строим. Мы вместе пытаемся построить это государство. Мы 25 лет с вами жили. Это же не так, что мы с вами спустились с луны, а тут вот такое творится. Мы же 25 лет жили в этом государстве. Да, теперь мы хотим построить другое государство. Другое, где будет закон, где будет право. Да, мы с вами были бы очень довольны, если бы оно все получалось по мгновению ока. Но так не бывает. Есть другая форма конструктивизма, каким образом это все сделать. Если кто-то хочет от меня услышать другое, анархий не будет. В Ананевском районе без вести пропала девятиклассница. 14-летняя жительница села Шимково Людмила Южбабенко ушла из дома 18 июня. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы девочки. Рост 165-170 сантиметров. Волосы русые, длинные. Глаза карие. На лбу у правой брови. Шрам от пореза длиной около двух сантиметров. Была одета в комбинезон, черно-белую майку, резиновые тапочки. При себе имела коричневый рюкзак. Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшей девочке, сообщить по телефону 048-63-212-04 или 102. В понедельник утром полицейские оцепили здание Одесского апелляционного суда на улице Гайдара и Приморского райсуда на улице Балковской. Неизвестный сообщил, что в зданиях заложены бомбы. Анонимные звонки поступили с одного и того же номера с разницей в несколько минут, сообщили в пресс-службе нацполиции. На место выехали следователи, специалисты взрывотехники, кинологи, медики. Людей из помещения эвакуировали. Несколько часов специалисты обследовали здание, прилегающую территорию. В итоге опасных предметов не нашли. Аналогичное сообщение проверяли и в воскресенье. Несколько сот пассажиров из-за этого не смогли вовремя уехать в пункт назначения с территории центрального автовокзала на Калантаевской. И в этом случае сообщение оказалось ложным. Директор Черноморского порта Сергей Крыжановский продолжает назначать соратников нардепа Геннадия Чикиты на руководящие посты госпредприятия, отмечают СМИ, проанализировав декларации. Весной нынешнего года на должность заместителя директора Крыжановский назначил Алену Войтенко. Ранее она была подписантом в фирме «Ингул», конечным бенефициаром которого является актриса Диана Малая, которая связана с Чикитой, уточняет интернет-издание 368 Медиа. Сам нардеп в своей декларации за прошлый год указал, что владеет акциями «Ингула», но в налоговом документе народного депутата Диана Малая в качестве его жены не значится. Должность заместителя директора государственного предприятия «Черноморский порт» длительное время занимает и Игорь Тамбулатов, а бывший замначальника областного управления СБУ числится также среди помощников народного депутата Геннадия Чикиты. Напомним, представители профсоюза порта Черноморский направили открытое письмо президенту Порошенко и в НАБУ, а где народный депутат Геннадий Чикита был назван среди тех, кто, цитируем, «крышует руководство Черноморского порта». Морские профсоюзы также провели акцию протеста у здания Кабинета министров в Киеве с требованием прекратить вмешательство в работу порта народных депутатов Украины, в частности Геннадия Чикиты. Пикетирующие считают, что депутат Чикита вмешивается в работу государственного предприятия, преследуя личные интересы. Геннадий Чикита, член фракции правящей президентской партии в парламенте, на выборах также баллотировался от БПП. Несмотря на то, что независимость Украины насчитывает уже четверть века, сограждане по-прежнему приходят на выборы, далеко не всегда понимая, что избирают путь развития государства и личного благосостояния на последующие пять лет. Очарование посулами кандидатов, зачастую неподтвержденными экономическими обоснованиями и серьезной аналитикой приводит к тому, что страна по сей день пребывает в условиях кризиса, оккупации и войны, считает гость программы «Тема дня» лидер партии «Гражданская оппозиция» Анатолий Гриценко. «Зараз важливіше донести людей правду, тому що те, що льється через офіціоз, коли уряд розказує казки, як все йде краще, по-новому і так далі, а вийдеш на вулицю, то у людей, якщо нецензурні слова відкинуть, то практично нічого не залишається. Я думаю, що нормальна влада, вона мала б діяти, як колись королі робили. Вони в темний час доби передягалися в якесь лохмоття і йшли по базарам послухать, що там про них говорять. От можливо, якби Порошенка з Ройсманом з цінняком пройшлися, трошки відчули, може по іншому працювали б». Торговлю на тротуарах возле дома мебели нельзя назвать стихійной, она организована конкретними людьми. Такую информацию предоставили чиновники в ходе аппаратного совещания в Одесской мэрии, комментируя события 23 июня на площади Деревянка. Напомню, в пятницу на улице Ицха Карабина был разгромлен рынок. Лотки торговцев овощами и фруктами перевернули неизвестные. Между ними и продавцами возникла потасовка. По словам чиновников Одесской мэрии, людям, торгующим на площади, неоднократно предлагали места в социальном ряду рынка Свит. Вместе с тем переходить на рынок и торговать на законах. В основаниях те отказывались. Кроме того, по заявлению чиновников, те, кто торговал на стихийном рынке на площади Деревянка, не были аграриями, а являлись перекупщиками. Ситуацию прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов. Я знаю, что Ицха Карабина на рынке Свит, в бывшем рынке Свит, не знаю, как он сейчас будет называться, предоставлен социальный ряд, порядка до 100 торговых мест. Именно вот как раз для людей, которые выращивают на своих огородах, подчеркиваю, сами выращивают на своих огородах, а не перекупщики, которые заполнили сейчас с улицей Ицха Карабина. В большинстве, может быть, там есть, попадаются выборщики, те, кто сами выращивают. В основном это те перекупщики, которые купили товары и пришли торговать. Продолжая тему стихийных рынков, рассказали на аппаратном совещании чиновники о том, что за последний год многие подобные точки в городе были убраны. А на их месте появились торговые павильоны с благоустроенной вокруг территорией. В частности, речь шла об улицах на 6-й фонтана, Филатова, Малиновского, Гайдара, Генерала Петрова, Жукова, Среднефонтанской площади и целого ряда других. При этом отметили чиновники мэрии, в некоторых местах количество торговых площадей после благоустройства даже увеличилось. Как, например, это произошло на Марсельской. Там сегодня создан павильон на 97 магазинов. Одесская мэрия попросила облсовет выделить средства на проведение ремонтных работ во дворце спорта, здание которого находится на балансе области. Как стало известно в ходе аппаратного совещания, город претендует на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой в апреле 2018 года. Чтобы это осуществить, необходимо провести ремонт чаши катка. Провести ремонт чаши катка необходимо в кратчайшие сроки, подчеркнул городской голова Геннадий Труханов. Я информировал областное руководство о том, что если мы хотим проморгать этот чемпионат, мы его проморгаем. Вопрос заключается в том, что сейчас, когда нет льда, нам необходимо по докладам и по информации, которые я располагаю, нам необходимо срочно укрепить вот эту чашу самого катка, самого льда. На это примерно, по предварительным подсчетам, нужно миллион-полтора миллиона гривен выделить для того, чтобы сейчас делать. Потому что потом, если мы не сделаем, это все бесполезно делать. Нам уже не надо будет делать благоустройство, крыши. Если льда не будет, там, естественно, не будет и хоккея. Очередная сессия областного совета, на которой депутаты должны рассмотреть этот вопрос, намечена на август. Это, по словам мэра Одессы, сильно затянет решение вопроса и поставит под угрозу в целом реализацию проекта. Продолжая тему развития спорта в городе, обсудили на аппаратном совещании и прошедший на выходных в Одессе международный полумарафон. В забеге приняли участие около двух тысяч человек. Сама дистанция составила 21 километр. При этом из-за проведения масштабного забега в городе было затруднено движение транспорта. Как рассказал мэр Одессы, многие жители города были возмущены ситуацией на дорогах утром воскресенья. При этом городской голова отметил, что проведение таких спортивных мероприятий повышает престиж города. Мы предупреждали, какие улицы будут перекрыты, как они будут перекрыты, где лучше объехать, по каким улицам будет открыто движение. Поэтому, в принципе, можно было спокойно выбрать паршрут, выехать заблаговременно в аэропорт и попасть на свой рейс и улететь. С другой стороны, мы говорим о том, что Одесса – это начинается курорт, курортный сезон в Одессе. И Одесса, конечно, одесситам приходится жить в тех условиях, которые диктуют сегодня предназначение нашего города. Это не промышленный центр. Город-курорт сегодня – основной приоритет в нашем развитии нашего города. То, что мы можем себе позволить городская власть, в том числе и депутаты, развивать его как курортный город, туристический город. А туристы бывают разные. Я не буду еще считать лекции. В том числе и спортивный туризм, событийный. Идет большая работа департаментом культуры и туризма города Одесса, для того, чтобы событий, мероприятий у нас было как можно больше. Все другие, потому что в Одессе происходят события. Можем, конечно, ничего не проводить. Будем кататься по пустым улицам. А это, в свою очередь, приведет к закрытию гостиниц, кафе и ресторанов города. И, как следствие, Одесса столкнется уже с другими, более серьезными проблемами. Такими, например, как безработица, подчеркнул городской голова. Развивая тему культуры и туризма, рассказали чиновники и о еще одном мероприятии, прошедшем на минувших выходных. Речь о фестивале одесских близнецов «Зеркальное чудо природы». Его в нашем городе провели впервые. В празднике приняли участие более 200 детей-близнецов. Фестиваль был приурочен ко дню рождения одесских пятерняшек. Появившихся на свет ровно год назад, 24 июня. День рождения мы так отметили, наши пятерни. И возникла идея ежегодно, 24 июня, отмечать день близнецов, двойняшек, тройняшек, пятерняшек. Тем более, что в Одессе действительно год назад произошло чудо. Чудо не городского масштаба, а украинского масштаба. Поздравили, получился праздник, получился. Даже мы не ожидали, организаторы, что настолько это будет востребовано, настолько будет теплая атмосфера. Поэтому давайте продумаем, как это закрепить, может, на муниципальном уровне, на нашем городском уровне. Такую дату, 24 числа, отмечать. День рождения пятерняшек в рамках праздника близнецов в Одессе. Очень красивое, очень красивое и дешевое мероприятие. Напомним, на сегодняшний день в Одессе проживает 1167 семей, которые воспитывают двойняшек и тройняшек. Затронули на совещании в мэрии проблему ночных дрифтеров. Напомню, долгие годы многие одесситы жалуются на гонщиков, которые ночами устраивают скоростные заезды по улицам города, мешая сну и отдыху жителей. По словам мэра Одессы, выход из ситуации можно найти. Что касается мотоциклистов-байкеров, в это воскресенье мы должны были провести встречу на шестом километре, где есть участок дороги, который сегодня не используется, и возможность сделать там своеобразное. Я выезжал туда в прошлое воскресенье, встречался с мотоциклистами и просмотрел эту трассу. Мы должны были в это воскресенье там побывать, но, к сожалению, случилась трагедия, и мотоциклисты общественной организации были на похоронах своего коллеги, друга. Мы перенесли это вот на эту неделю, встречу, для того, чтобы пока эта дорога, отрезок дороги достаточно большой, не используется, не используется, но он построен, разрешить там, они сами организуются, организуются там, и проводят свои катания, тренировки. В настоящее время также рассматриваются другие актуальные вопросы безопасности, подчеркнул мэр. Ведь скорость по планируемой дороге будет намного больше, чем разрешено в городе. Филиал Инфокс Водоканал продолжает модернизацию водоочистной станции Днестр. В самом важном подразделении Водоканала побывала наша съемочная группа и увидела, как ведутся работы по замене кабельных сетей электропитания. Задача сотрудника филиала Инфокс Водоканал – вот от этой трансформаторной протянуть новый мощный кабель на насосную станцию второго подъема номер 5. Протяженность линий составляет более 5 километров. Новые кабеля, они уже имеют как бы более совершенную изоляцию, это не маслонаполненные кабеля. Кроме того, сечение тех кабельных линий увеличено до 240 квадратов. Старые линии были 185 квадратов, это 240 квадратов. Все вот эти факторы в совокупности существенно увеличивают надежность электроснабжения насосных станций. Современную линию электропитания длиной более 8 километров также недавно проложили и к насосной станции номер 6. Насосная станция 5-6, они обеспечивают у нас подачу воды городу, населению, городу, области. Это основные линии, которые нам подают воду для потребления. Новый кабель, более современный, хороший изоляция, обеспечить насосной станции, бесперебойную работу двигателей, которая работает 365 дней в году. Прокладка новых линий электропитания обойдется инфоксодокналу в 10 миллионов гривен. Однако поможет обеспечить надежную работу станции в любое время года и при любой погоде. Ведь установка современного оборудования позволяет не допускать аварийных ситуаций, а значит и перебоев поставки воды в Одессу. Еще один важный аспект деятельности предприятия – инвестирование в энергоэффективность. Так, на станции Днестр устанавливаются экономичные австрийские насосы повышенной производительности, а также современные электрощитовые. Выполняются и работы по обновлению хлораторных. В 2016 году мы начали работы по проекту техническое переснащение хлораторных 5,7,8. Значит, были сделаны наружные водяные завесы на хлораторных 7,8. В этом году планируется проводить работы по замене существующих хлораторов на новые. В модернизации и переоснащение предприятия водоканал инвестирует немалые средства. Дальнейшая реализация этой программы зависит в том числе и от абонентов, подчеркивает Минфоксодоканале. Это все происходит не без участия населения, когда своевременно оплачиваются услуги по водопотреблению. У нас есть возможность сделать такие реконструкции, замены и переоснащения технические. Руководство предприятия просит одесситов оплачивать полученные счета вовремя. Это позволит своевременно заменять оборудование, уберечься от возможных перебоев с водой, а потому в интересах прежде всего самих потребителей. Порядка 80% мировой торговли осуществляется с помощью водного транспорта. Флотская отрасль – неотъемлемая и важная часть мировой экономики. И логично, что в нашем причерноморском регионе процент людей, которые связали свою профессию с морской стихией, в разы больше, чем где бы то ни было по стране. Поэтому для одесситов День мореплавателя, учрежденный 7 лет назад под эгидой ООН, не просто дата в календаре. Особая атмосфера в этот день царила в торговой сети АТБ, сотрудники которой необычным образом решили поздравить и выказать уважение всем тем, кто причастен к морю. Сотрудники торговой сети АТБ в День мореплавателя устроили для посетителей необычный флешмоб. На протяжении всего дня одесситов весь персонал в сети встречал в тельняшках, даря улыбки и хорошее настроение. Сегодня мы присоединились к празднованию Дня моряка. Мы очень рады, что мы принимаем участие в этом флешмобе. АТБ-маркет всегда солидарна к традициям регионов, в которых открывают свои магазины. И мы в данный день празднуем вместе со всеми моряками их праздник. Решили выйти в их форме на работу. Посетители были удивлены необычным приемом со стороны персонала сети, но в то же время безмерно тронуты таким подходом сотрудников АТБ к столь важному для одесситов празднику. Я думал, это у них новая форма такая шикарная, одесская, морская, но оказывается у них проходит флешмоб, как я увидел уже. Это правильно, я думаю. На сегодняшний день люди хотят уже каких-то положительных эмоций. В принципе, это, наверное, единственный магазин, который движется вперед. Я люблю флешмобы, я люблю, когда есть какие-то развлечения, а не просто тусклая, серая жизнь. Поэтому, мне кажется, это хорошо. Еще и при том в таком колоритном городе, как Одесса. Весело, всем будет очень интересно это посмотреть, как бы даже поучаствовать. Это Одесса. Здесь все готовы дарить друг другу счастье и смех. Подобные акции – это реально ощутимое проявление уважения к морякам, говорят посетители сети. Когда заходила в АТБ, я их видела на улице, я подумала, ой, я тоже в тельняшке. И мне кажется, каждое проявление есть, то есть, каждое действие есть проявление уважения к морякам. Вот за последние пять минут, пока здесь нахожусь, я отправил в чатах всем, всем своим друзьям, это Днепропетровск, Киев, Одесса, что вот сегодня вот такая вот акция проходит. То есть, приходят, присоединятся, примут поздравления и поздравят наших одесситов с праздником. По статистике, ежедневно почти три миллиона украинцев совершают покупки в сети АТБ. Сама сеть считается безусловным лидером отрасли и насчитывает 871 магазин по всей Украине. Здесь считают, что социальная ответственность бизнеса, как и патриотизм, не пустые слова. Привлекать посетителей необходимо не только широким ассортиментом товаров и профессионализмом сотрудников, а и действиями, иллюстрирующими уважение к традициям и менталитету того или иного региона. И тогда поход в магазин будет не только рутиной необходимостью, но и моментом радостного ожидания сюрпризов и улыбок. Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. А я с вами прощаюсь, желаю хороших новостей и всего доброго.